В инфекционных госпиталях Югры число выписанных стабильно превышает число поступивших. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба. Например, за последние сутки в ковидные госпитали поступило 63 человека, выписаны 90. Всего в округе развернуто 1204 койки. Из них заняты лишь 68%. 466 человек находятся на кислородной поддержке. Продолжается вакцинация населения. В день прививки ставят 1800 югорчан. Прививочные кабинеты, к слову, будут работать и в праздничные дни. С графиком работы можно будет ознакомиться на сайтах медучреждений. Для вакцинации имеются все 4 зарегистрированные в России препарата. Коллективный иммунитет против коронавируса в Югре составляет 58,6%. Первым компонентом в округе привиты 838 тысяч 59 человек. В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Лекарство получило название МИР-19. Средство разработали в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства. И предназначено оно для лечения новой коронавирусной инфекции у взрослых пациентов. Этот ингаляционный препарат будут использовать в стационаре, однако в будущем его планируют применять и амбулаторно. По информации разработчиков, лекарство действует на генном уровне. Оно подавляет вирус, при этом не затрагивает геном человека. Клинические исследования лекарства уже доказали его безопасность и эффективность применения его не выявила побочных эффектов. За 15 лет вернули к жизни больше 15 тысяч югорчан. Центр сосудистой хирургии Нягонской окружной больницы отметил юбилей. Он считается одним из лучших в Уральском федеральном округе. Для лечения пациентов здесь используют уникальные методики, а опыт местных врачей перенимают не только в России, но и за рубежом. Отмечу, за год в отделении проводят больше тысячи операций на артериях и аортах. А еще Центр сосудистой хирургии Нягони можно назвать настоящей кузницей кадров. Почти за 10 лет 6 врачей Югры стали ведущими специалистами и заведующими крупнейших сосудистых центров страны. Есть чем гордиться. За 15 лет отделение из маленького выросло в полноценный центр окружной, который подтверждает свой статус и как раз выполняет основную львиную долю операций вмешательств пациентам со всего округа. Так, давление у вас повышено. Сейчас вам таблеточку дадим. Доктор сейчас назначение сделает. Все, вам дадим. Спасибо. Да я знаю, вы поможете, вы всегда помогаете. Все медсестры все хорошие. Врачи все, все хорошо, прекрасно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идея акции «Елка доброты» родилась у нас в связи с пандемией. У нас не было возможности сходить в поликлинику и поздравить детей напрямую, поэтому мы решили сделать игрушки и украсить елки на улице возле больницы. Мы очень благодарны и ребятам, и педагогам детской школы искусств за то, что они уже второй год поддерживают нас. Сейчас очень непростое время, когда нам иногда даже некогда подумать о том, чтобы что-то украсить, устроить праздник. И вот ребята и педагоги нас поддерживают и помогают. Я думаю, что каждый, кто приходит в больницу, особенно ребята, малыши, они будут очень рады увидеть все эти замечательные украшения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 тысяч 893 семьи в этом году воспользовались югорским семейным капиталом. Общая сумма выплат составила около 500 миллионов рублей. Более двух тысяч семей при этом воспользовались, использовали средства для улучшения жилищных условий. 2 686 семей получили единовременную выплату. Еще 328 семей направили средства на оказание медицинской помощи. 385 семей потратили деньги на образование. 245 семей предпочли приобрести транспортные средства. Напомню, югорский семейный капитал – однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты – 150 тысяч рублей. Весной текущего года в связи с пандемией коронавируса власти Югры разрешили семьям направить 35 тысяч рублей данной выплаты на неотложные нужды. Недавно эту меру поддержки продлили до конца следующего года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Югра получит компенсацию за тушение лесных пожаров в Якутии. Средства получат еще пять регионов страны – Якутия, Чукотка, Камчатка, Иркутская область и Республика Коми. Всего кабинет министров выделил полтора миллиарда рублей. Пожарным десантникам из Югры досталось самое сложное место – Горный Улус, а также Усть-Майский Улус. Более двух месяцев они помогали коллегам справляться с опасной стихией. Отмечу, в первой половине лета наши специалисты боролись с огнем в югорских лесах. На праздник Крещения Господня югорчане смогут искупаться в проруби. Об этом сообщил митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел. Проведение праздника обсуждалось во время пресс-конференции, которая прошла в Ханты-Мансийске. Так, все мероприятия, приуроченные к Крещению и Рождеству, в регионе пройдут с соблюдением антиковидных ограничений. Митрополит Павел также отметил, что 2021 год был сложным, но продуктивным. Часть мероприятий в воскресных школах, духовно-просветительских центрах и гимназиях проходили дистанционно. Югра вошла в топ регионов по экономической устойчивости за 9 месяцев 2021 года. Угрук расположился на восьмой строчке рейтинга. По сравнению с прошлым кварталом, Югра поднялась на 13 позиций. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата, ФАС, Минфина и Федерального казначейства. Лидерами экономической устойчивости стали Курская область, Москва, Ямало-Ненинский автономный округ. Также в топ вошли Челябинская область, Приморский край, Севастополь, Тюменская, Владимирская, Оренбургская и Белгородская области. В Ханты-Мансийске изменят организацию дорожного движения. Реформы коснутся развязки улиц Тихая, Студенческая, Калинина и Объездная. Такое решение приняли на рабочем совещании главы города. На этих улицах в границе транспортной развязки установят новые светофоры. Этот участок дороги отличается высокой аварийностью, а на организацию движения часто жалуются жители города. Также здесь ожидают еще более напряженную транспортную ситуацию после ввода в эксплуатацию новой школы на Учхозе. Максим Ряшин поручил оборудовать перекрестки на этом участке светофорами и соответствующими знаками. Над реорганизацией движения уже начали работу специалисты управления автомобильных дорог. Разработанную схему направят на согласование в ГИБДД. Ее должны принять уже в начале следующего года. Югра в числе лидеров по сбору макулатуры в стране. В рамках нацпроекта «Экология» по всей России прошла акция «Бумбатл». Жители округа собрали 88 330 килограммов бумаги и заняли третье место. К мероприятию присоединили сотрудники югорских компаний, студенты и школьники. К слову, они не только собирали макулатуру, но и готовили тематические посты для социальных сетей. В этом направлении югорчане также оказались в числе лидеров. Ученики Федоровской школы номер один вошли в пятерку авторов лучших креативных постов. Югорская пловчиха Елизавета Агапитова вновь на пьедестале почета. На этот раз спортсменка из Нижневартовска стала обладателем золотой медали на дистанции 100 метров на спине. Напомню, на Кубке Владимира Сальникова, который накануне завершился в Санкт-Петербурге, спортсмены соревновались на короткой воде, то есть длина бассейна 25 метров. В своем финальном заплыве югорчанка большую часть дистанции находилась на втором месте, но на последней прямой Агапитова смогла вырвать победу. Это вторая медаль Елизаветы Агапитовой на Кубке Владимира Сальникова. Днем ранее девушка стала второй на дистанции 50 метров на спине. Хоккеисты Югры готовятся к последнему в этом году домашнему матчу. Сегодня подопечным Вадима Ипанчинцева будет противостоять Южный Урал и Зорска. В октябре команды сыграли между собой первый матч, тогда успех был на стороне Югры 3-1. В этом матче команда из Ханты-Мансийска также является фаворитом. На сегодняшний день Югра с 57 очками занимает четвертую строчку в регулярном чемпионате ВХЛ. Южный Урал идет на 19 месте. Команда имеет в своем активе 34 очка. Наш телеканал покажет эту игру в прямом эфире сразу после вечернего выпуска новостей. Ну а для тех, кто хочет насладиться хоккеем с трибун, организаторы подготовили яркое предновогоднее шоу. Главное не забыть маску и предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию. Продолжение следует...